За окном минус 20, а эти женщины хором вспоминают последний урожай. Кабачки, помидоры и остальные дары природы в стеклянной таре на большом столе. У каждого свой метод приготовления разносолов. Тамерлан Закотович считает, что в этом деле женщины сильно уступают мужчинам. Но здесь никакой конкуренции. Во-первых, люди общаются, это раз. Друг другу опыт передают, рецепты передают. От этого польза, конечно, есть. Ну, все люди по-разному занимаются солениями. Допустим, я, например, люблю соление с перцем. Это весь фокус в чем. Вот даже если на рынок пойдете купить соление, они у них совершенно соленые, даже малосольные. Потому что им надо продать и засолить соление, чтобы у них не пропадало. Разносолы, укропы, пироги – еще и повод поговорить о вещах серьезных. Многие из участников большого стола – уполномоченные мэра города Одинцова. Это первая большая встреча после долгих праздников. Здесь все равно неформальное общение для общественной работы. Не только просто прийти, банально показать, поесть, попробовать эти разносолы. А именно общение для дальнейшего развития общественной работы в городе. Мастер-класс по шинкованию капусты. Меньше чем за минуту разрезанный качан превращается в салат. Среди уполномоченных по Одинцово много и молодежи. Правда, на этот кулинарный мастер-класс они не пришли. По уважительной причине студенты на учебе кто-то работает. Пока обошлись без регламента, но задачи и цели поставлены. Рождественские и неофициальные встречи для уполномоченных города Одинцова будут проводить каждый год. Никита Филатов, Евгений Муравлев и Алексей Орлов. Телекомпания Одинцова.